Кто щедро сеет, тот щедро жнет. Ключевым вопросом на очередном заседании регионального правительства 27 апреля стало развитие льняного комплекса в Тверской области. Проект программы на 2021-2026 годы подразумевает запустить полный цикл производства от выведения семян до переработки и реализации готовой продукции. Как посчитали эксперты, у Верхней Волжья есть шансы стать лидером в этой отрасли в рейтинге остальных регионов. Впрочем, для реализации таких планов необходимо проделать серьезную работу. В первую очередь это обновление оборудования, технологии, качественные семена, подготовка кадров, создание новых предприятий и поддержка действующих. Как считают эксперты, для выращивания и переработки льна Долгунца в Верхней Волжье большие перспективы. Сегодня Тверская область занимает второе место по стране по площади посева. Но у регионы есть возможность расширить посевные территории и возглавить рейтинг российских передовиков по выращиванию и производству этой культуры. Тверская область является одним из ведущих регионов России по выращиванию льна. Это является достаточно традиционным профилем сельского хозяйства для региона. И до сих пор Тверская область сохраняет лидирующие позиции. В частности, в прошлом году по площади посева было занято второе место. А в программе, которая сегодня обсуждалась, планируется наращивание площади посева в два раза. То есть тогда, если программа будет реализована, то Тверская область станет абсолютным лидером в стране. Региональная программа развития льноводства охватывает всю производственную цепочку от воведения семян до реализации готовой продукции. Для этого необходимо создание семенной и машино-технологической станций. Льносим станции. Это то, чего не хватает не только в области, но и во всей стране. В настоящее время на территории Российской Федерации ни одной такой станции не осталось. Если такая станция заработает в области, то это будет большой шаг не только для области, но и для всей страны. Тверские льноводы входят в список крупнейших переработчиков льна в стране. Всего в регионе действуют 11 льносеющих хозяйств, 5 заводов, комбинат и льночесальная фабрика. Планируется строительство еще двух новых предприятий и модернизация четырех действующих. В первую очередь техническая. Это даст определенный импульс в нашу область, где мы увидим дополнительную технику, которую наши крестьяне могут получить и начинать возделывать лен, увеличивать и работать над его качеством. Программа предусматривает открытие ткацкой фабрики, которая сможет производить до 9 миллионов квадратных метров ткани и до 370 тонн пряжи. Реализация проекта запланирована на 2024-2026 годы. А это также создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет. Финансовая поддержка тверских льноводов увеличит производительность. В 2020 году они получили более 85 миллионов рублей. Самое главное это модернизация всего комплекса с точки зрения технической оснащенности. Ключевой вопрос это кадровое обеспечение отрасли специалистами, теми людьми, кто будет работать, кто понимает в этом непростом направлении. Также мы сегодня посмотрели возможность участия более активно в Тверской области в программе модернизации хозяйств. По итогам обсуждения отраслевой программы, Игорь Рудене поручил Минсельхозу региона и другим ведомствам проработать вопрос о привлечении дополнительных инвестиций. Отдельного внимания требует развитие кооперации в льноводстве и взаимодействия с Росагролизингом по вопросам технологического оснащения хозяйств. Продолжение следует...